В Ростовской области завершился промежуточный этап пробега дороги России, который проводится в рамках ресурсного испытания синтетического моторного масла «Лукойл Авангард Профессионал ХЛЕ-10В40», разработанного для новейших двигателей коммерческой техники уровня Евро-6 и более ранних. Тягач «Форд Эфмакс» с полуприцепом, загруженный балластом в 15 тонн, на прошлой неделе отправился из Москвы, проехал без малого 5000 километров и прибыл в Оксайский район Ростовской области. Из Москвы мы поехали на Псков, Санкт-Петербург, Тверь, Владимир, Ряжск, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону – это важнейший транспортный узел юга России. Не мудрено, ведь через Ростов проходят не только основные водные и железнодорожные пути, но и самая главная дорога, ведущая на юг страны. Из Москвы – Донова-Российска, ее общая протяженность – 1542 километра. Трасса М4 «Дон» была спроектирована и построена в 60-х годах. С тех пор многое изменилось и продолжает меняться. Появилось 12 платных участков, а количество полос местами доходит и до 6. Пробег дает возможность познакомиться с инфраструктурой самых важных трасс России и рассказать о том, насколько комфортно чувствуют себя автопутешественники и водители грузовиков, проводящие много времени в дороге. Все больше и больше появляется таких специальных точек на дорогах нашей страны, и особенно здесь, на этом очень востребованном направлении на юг, где могут остановиться и люди, которые едут на море, и дальнобойщики. То есть, например, как здесь. Там дальше стоянка, куда можно поставить свой трак. Хотите – переночевали там, хотите – пошли в гостиницу. Здесь же можно и помыться, и постираться. Если есть желание, можно переночевать в номере, а цена – 2,5 тысяч. В общем, ну, как у людей. Современные водители все активнее пользуются интернет-сайтами и приложениями для смартфонов, позволяющими выбрать оптимальный маршрут и самые удобные точки для остановки, где можно переночевать или проверить технику. Пробег дороги России продолжается. Впереди еще много дорог. В их числе трассы Скандинавия, Урал, Чуйский тракт, Байкал, Восток и Амур. Напомним, что по плану путешествия грузовик «Форд Ф-Макс» должен проехать на масле «Лукойл» 30 тысяч километров. И каждые 10 тысяч участники будут брать пробы масла и отправлять в лабораторию для анализа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok